ЗВОНОК В ДВЕРЬ Напомним, руководитель Нижнекамского отделения государственной инспекции по маломерным судам ушел из жизни в ночь с субботы на воскресенье. У него остановилось сердце. Прощальная панихида проходит в спорткомплексе «Батыр». Почти 10 литров алкогольной продукции потребляет в среднем один житель Нижнекамского района. Специалисты наблюдают рост случаев алкогольных отравлений, в том числе с летальным исходом. Число умерших за полгода 2015-го по сравнению с 2014-м годом увеличилось с двух до десяти человек. Одна из причин, считают специалисты госалкогольной инспекции, рост количества нелегальной алкогольной продукции, проникающей на территорию Татарстана. Ситуация в республике напряженная. На складах находится более 70 тонн суррогатного алкоголя, подлежащего уничтожению. Ловить идеальный баланс научились жильцы первого подъезда школьного бульвара «Шесть». Дело в том, что ступенька, которая расположена возле входа в парадную, очень сильно изношена и качается. Жильцы несколько раз обращались в управляющую компанию, чтобы они устранили аварийную бетонную плиту, но ответа нет. Жителям подъезда самим приходится выходить из ситуации. Они подкладывают камни под лестницу, чтобы она не шаталась. Семь автобусов из Нижнекамска, путь в 250 километров до стадиона и 15 тысяч болельщиков. Футболисты «Нефтехимика» провели домашний матч против команды «Волга-олимпиец». Примечательно, что сыграли клубы на главной футбольной площадке Татарстана – Казань-арене. Руководство «Рубина» вышло на «Нефтехимик» с таким предложением в преддверии противостояния «Рубин-Ливерпуль», которое пройдет 5 ноября. Нужно было проверить техническое состояние 40-тысячной арены. Мои коллеги побывали на матч, о его итогах мы расскажем сегодня в 18.30. О погоде в Нижнекамске пасмурно, плюс 4, возможен дождь. Почему в Нижнекамске закрыли отделение Банка «Русский стандарт» и что делать его клиентам? Об этом мы расскажем в следующих выпусках. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 и через сайт ntrtv.ru. К этому часу у меня все. Увидимся через два часа. Субтитры создавал DimaTorzok